У страны новая Виагра. Константин Меладзе перед выступлением дает наставление своим новым подопечным. Вчера в реалити-шоу «Хочу Виагру» на НТВ он наконец-то определился с солистками. Участницами трио стали Миша Романова, Анастасия Кожевникова и Эрика Герцог. Они плачут от счастья. Было очень много испытаний. Спасибо большое Константину за такой великолепный шанс. Но почему на пятки этой Виагры наступает еще одна Виагра? И на чью сторону встанут бывшие солистки знаменитого трио? Какой-то страх, что он не сможет новую группу поднять. И без его песен, и без его продюсерского начала ничего бы не было. Конечно, было жалко и немножко грустно. Да хоть шесть групп Виагры, зритель не дурак. Смотрите прямо сейчас. В новой Виагре всего один день, а девушки уже хлебнули горе в море шоу-бизнеса. Девчонкам делали такие всякие пакости, чтобы они там боялись, чтобы у них было больше адреналина. И каблуки там у кого-то отваливались по каким-то непонятным причинам. Ведь в Виагре Константина Меладзе уже дышит в спину другая Виагра, Дмитрия Костюка. Ты не поверишь, пока в России Меладзе выбирал победительниц в свою группу, Костюк в Киеве представил свою Виагру. У меня все с нуля, с чистого листа, кроме моего личного названия, которое я когда-то придумал. А ведь когда-то у них была одна Виагра на двоих. В 2000 году Костюк и Меладзе создали девичье трио. Артисток подобрали как на конкурс красоты. Подарила сердце на другую память. Десять лет Виагра поднимала настроение всем мужчинам страны. И вдруг в 2011 году группа распалась. Продюсеры Костюка и Меладзе разругались в пух и прах. Каждый из них создал свою Виагру. Для меня это закрытый, пройденный этап. Трио Дмитрия Костюка все девушки как под копирку. Черненькая, похожая на Надежду Грановскую, беленькую не отличить от Веры Брежневой, а рыженькая точь-в-точь Альбина Джинабаева. И не поверишь, не может быть. Справнивать все равно-то будут, но у меня ситуация другая. Я группу делаю с нуля. Любой продюсер может сделать кастинг и под Виагру закосить. Будет тебе тоже рыжая, белая, черная. Чего-то ему не хватает для того, чтобы быть настоящим продюсером. Бывшие солистки группы защищают Константина Меладзе. Константин Меладзе – это человек, который полноправно должен владеть этим брендом и этой группой. И только Анна Седокова поддерживает Дмитрия Костюка. На Меладзе она обижена, ведь на конкурсе ее трио не попало в финал. Не берусь сидеть ни относительно ни новой Виагры. Я уже не имею отношения к Виагре. Бывшие сопродюсеры теперь общаются только через адвокатов и судятся за название группы. Костюк называет себя единственным правообладателем бренда. Зато все права на песни принадлежат Константину Меладзе. Однако новые солистки Константина Меладзе не сомневаются – победа будет за ними. Ведь ради популярности они и горы свернут, и конкуренток подвинут. Мы надеемся, что мы его не увидим в любом случае. Поэтому мы будем вместе покорячиться. Мы одно целое, мы идем вместе, поэтому думаю, что у нас все получится.